В России запретили полеты в Турцию и предматчевые расклады противостояния нефтехимик Динамо-Москва. Это новости на телеканале НТР в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Начнем выпуск с ситуации вокруг сбитого накануне самолета Су-24. Ростуризм закрыл продажу туров в Турецкую республику. По некоторым данным, сейчас на курортах Турции находится более 10 тысяч наших туристов, а туроператоры могли продать на новогодние праздники до 5 тысяч туров в Анталию и Стамбул. Сегодня наши корреспонденты выясняют, что говорят по этому поводу в нижнекамских турфирмах и как эта ситуация коснулась местных туристов. Оставайтесь на нашем телеканале. Все подробности в итоге в выпуске новостей в 18.30. Все обошлось. Накануне в соцсетях появилась информация о пропавшем мальчике. Разыскивали 10-летнего Анатолия Овчинкина. Мальчик учится в пятой школе, из которой он не вернулся. Последний раз выходил на связь 24 ноября рано утром. Сообщалось, что мальчик инсулинозависимый. Благодаря неравнодушным горожанам его удалось обнаружить уже вечером в тот же день рядом с торговым центром БАРС. Комиссия по государственным языкам побывала в телекомпании НТР. В ее состав вошли представители общественных организаций, Всемирного конгресса «Татар» и другие. Основная цель визита – узнать, как городские СМИ вещают на втором государственном языке. В нашем телеканале ежедневно выходит в эфир программа «Янна Лукларк», где на татарском языке освещаются все главные события города. О спорте. Сегодня хоккеисты-нефтехимика скрестят клюшки с игроками московского «Динамо». Встреча пройдет в рамках регулярного чемпионата КХЛ. К этому матчу команды подошли, имея в своем активе следующие показатели. Москвичи занимают пятую строчку конференции «Запад». За 33 встречи «Динамовцы» набрали 55 очков. В свою очередь дружина Крикунова расположилась на восьмом месте «Востока». У «Нефтехимика» 51 результативный балл после 34 встреч. В этом сезоне команды уже встречались. Тогда в столице игроки «Динамо» были сильнее 3-0. Сегодняшняя игра стартует в 19.00. О погоде сейчас за окном минус 3 и облачно. Ветер дует юго-восточный, его скорость 2 метра в секунду. В следующих выпусках мы расскажем о том, какой необычный праздник сегодня отмечают нижнекамцы и почему жители Камских полян просят открыть домовые продухи. Напоминаю, что связаться с редакцией нашей телекомпании можно по телефону 40 07 70. Или пишите нам на наш сайт ntrtv.ru. На этом пока все. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова